Итак, дорогие друзья, все, мы продолжаем изучать Перте, вот, уже сегодня из Тиева. Всем доброе утро, шалом, бонжур. Яков! 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 Иди сюда! Итак, всем доброе утро, шалом. Все, собираемся. Видите, я приехал уже из Тиева, ой, из Израиля в Тиев. Так. Дорогие друзья, всем доброе утро, бонжур, шалом. Так, все, всем шалом. О, Игорь Дабакаров из Ульяновска. Игорь, шалом. Шалом. Все, Евгения Шалимова. Итак, мы продолжаем изучать Перте, вот, третья глава. У нас третья глава, которая полностью говорит, как не согрешить, каким образом не зайти в опасную, в опасную зону, которая называется грех. Там, где нет света, там есть тьма. То есть, здесь очень все просто. Такого понятия, как грех, в принципе, ну, это сложно понять, такому простому человеку. Но это очень легко сравнивается со светом, да? То есть, там, где есть свет, там нет тьмы. Там, где свет уходит, образуется тьма. Теперь грех – это то, что Бог сказал, что делать нельзя. Это опасно для человека. И получается, что человек не наказывается за грех, да? То есть, он просто засунул пальцы в розетку, все, его током ударило. Можно сказать, что его наказало током. Нет, его не наказало током. То есть, это последствия того, что он засунул пальцы в розетку. Как есть известная история, что есть вот эти вот травмопункты. Проводили исследование. Так, в травмопунктах оказалось, что 50% посетителей травмопункта, они попали туда после фразы «Смотри, как я могу». А вторые 50% после фразы «Не смотри, как надо». То есть, когда человек делает опасные действия, то, как следствие, у него бывают травмы. Хорошо. Ни в коем. Все. Да. Хорошо, дорогие друзья. Все, двигаемся дальше. Дети-подростки – это очень испытание для родителей. Да, у кого есть дети-подростки, вы знаете, что дети-подростки – это очень сложно. Смотришь и думаешь, ну как вообще, откуда берутся дети-подростки? Были такие маленькие, хорошие, симпатичные дети. А тут они стали такими подростками. Вот. Ну, просто удивительно. Да. Теперь, значит, смотрите, мы двигаемся. В предыдущем Мишне мы выучили слова Раби Ишмаэля. Раби Ишмаэля. И Раби Ишмаэль, он нам сказал, что как надо себя вести с разными категориями людей. То есть, с главами, да, с главами. Нужно себя вести легко. Авэкали рожь. Будь легок для глав. Второе. Будь удобен для людей с черными волосами, то есть, среднего возраста. Для тех же, таких же, как ты. И принимай каждого человека в радости. Да, то есть, мы изучили четыре способа, как войти в состояние радости. Участие войду в состояние радости. Значит, все, я, Яков Шатанин с нами. То есть, все, я вошел в состояние радости. Яков Шатанин с нами. Бог с нами вообще. Когда мы учим Тору. И, конечно, тут надо радоваться. Тут все есть поводы для радости. И сейчас у нас следующая мишна. Раби Атива. Раби Атива заслуживает отдельного урока. Это была уникальная, легендарная личность, человек. Знаковая фигура в передаче Торы. Значит, Раби Атива жил после разрушения второго храма. Вот прямо он застал это разрушение второго храма. И Раби Атива, он был таким прям, ну, принципиально важным человеком. Человеком в передаче Торы. Он, интересно, про Раби Атива, он был сын Дерим. Он был сын принявших иудаизм. Про него сказано. То есть, он был потомком. Непонятно, он был сын или это сыном назывались потомок. Принявших иудаизм. То есть, из другого народа какого-то. И известно, что он начал Чи Тору только в 40 лет. То есть, тоже такая принципиально интересная история. И как он начал Чи Тору, он был пастухом. Его увидела дочка олигарха того времени. Дочка Кальбы Саву, ее звали Рахель. И вот эта дочка олигарха увидела пастуха, Раби Ативу. И каким-то образом она поняла, что у него какая-то супер душа. Как она это поняла, непонятно. Но она ему говорит, Атива говорит, я вижу в тебе супер душу. И ты должен учить Тору. Он говорит, как я пастух, как я буду учить Тору. Она говорит, все, я выйду за тебя замуж. И ты главное учи Тору. И начались у них вот эти вот отношения. Она приходит к папе. А папа ее говорит, вот за этого пастуха, чтобы ты вышла замуж. Я тебе ничего не дам. Я тебе лишу наследства тогда. Она говорит, нет, он великий человек. Я вижу, что в нем великая душа. И все. В общем, нашла коса на камень. Она вышла замуж. Папа ее выгнал из дома. Но она думает, наверное, что сейчас все образуется. И у них рождается ребенок, а ничего не образовывается. То есть Раби Атива, он продолжает пасти овец. Он попытался учить Тору. У него ничего не получилось. То есть не пошло ему. И он, значит, пасет овец. Живут они в сарае. Спят на соломе. Есть несколько историй, когда Раби Атива, он... Вот что значит Раби Атива, его качество, да? Которое ему позволили потом стать... В 80 лет он стал главой мудрецов. Так он рассказывается история в Талмуде, что они спали на этой соломе. И он, значит, соломинку вытаскивает из ее волос и говорит, когда-нибудь я стану, когда великим человеком, я тебе куплю вот такую вот тиару золотую, Иерусалим. Прямо у тебя будет на голове золото, я тебе подарю. То есть он был очень позитивный, оптимист. Это первое, что мы видим. Второе. Тут стук в этот сарай. Человек приходит и говорит, у меня жена рожает, а у нас даже соломы нет. Раби Атива говорит, бери нашу. И отдал всю солому, которая у него была, отдал этому человеку. У них вообще ничего не осталось. И третья история. Он, значит, Раби Атива идет с этими овцами, пашет овец. И ничего у него не получается. Сын уже пошел в Хедер, ему 3-5 лет. Значит, вот это прошел вот этот период, отец его выгнал из дома. Живут в сарае, солома, все. Он пасет овец, и тут он видит наблюдательность. То есть первое, позитивизм. Второе, крайность в помощи людям. Третье, он наблюдательность. Он видит, что вода капает на камень. И он остановился и говорит, вот, говорит, действительно интересно. Вода капает на камень, сделала дырку в камне. Так что, слова Торы, которые как огонь и как вода, они что, не сделают, не войдут ко мне в мозг? Он говорит, войдут, значит, я неправильно подходил к вопросу. И он идет в Хедер и садится с сыном со своим учиться. И он начинает учиться с нуля, с Али в Бейт. То есть он изучает алфавит полностью с ним. Он начинает учить, как дети маленькие учат Тору. И он очень быстро закладывает вот этот фундаментальный первый уровень, второй уровень. И тогда он начинает идти уже, заложив фундамент, он начинает очень быстро идти по этим уровням. И он учится у самых великих мудрецов того времени. И он уходит из дома учиться. Он говорит Рахеле, жене своей, что, говорит, такая ситуация, ты же хочешь, чтобы я реализовался? Она говорит, конечно. Он говорит, я на 12 лет ухожу учить Тору, там, великую ешиву к великому мудрецу. И, значит, она говорит, хорошо, я подожду. Уже, ну, дети у них уже все. Она говорит, подожду. Он уходит на 12 лет. Через 12 лет он возвращается. Подходит к дому. Слышит соседка и говорит, ну что, где твой Атива? Значит, нету его? Выш, вот так ты вышла замуж. А она говорит, послушай, говорит, если еще и 12 лет его не будет, я ей все равно буду ждать. Я знаю, что он сейчас, то, что он делает, это он получает Тору. Это самое великое, что можно в этом мире делать. И он это услышал и еще на 12 лет ушел. Даже домой не зашел. Это показывает его вот эту вот крайнюю самоотверженность в изучении Торы. И через 24 года он вернулся. С ним 24 тысячи учеников приходят в этот город, встречают его все великие люди города. А он говорит, все отойдите. И женщина какая-то пробивается. Ну, ее толпа не пускает. Он говорит, все отойдите. Вот это Рахель. В ее заслугу все, что есть. Вся Тора моя, вся Тора ваша. Это в заслугу ее, говорит. И ее, значит, пропустите. Ее пропустили. Папа ее, ой, говорит, извините, что так вот я не распознал величие вашего заранее. Полностью там, ну и так далее. То есть дальше Раби Атива это один из величайших. Учеников за всю историю. Мы положим его в биографию. Прям Влад Косов может найти на сайте, на сайте Талдотру. Там есть биография великих мудрецов. Он найдет сейчас биографию Раби Атива и полностью ее выложит. Попросим, давайте, Яков Шатанина или Влада Косова, это редактор сайта. Попросим сейчас найти биографию Раби Атива и после урока ее выложить. И в комментариях к моему уроку, в описании и отдельно можно выложить. Все, а мы начинаем учить, что же нам сказала Раби Атива. Сейчас следующий Мишнает, следующий Мишнает идут от имени Раби Ативы. И понятно станет его мировоззрение, понятно станет его величие. Вот это Евгения Шаримова, она напомнила, что за каждым великим мужем стоит великая жена и удивленная теща. Но в случае с Раби Ативой это был удивленный тесть, что да, ничего себе, да, получилось. То есть за каждым великим мужчином стоит великая жена, ну или довольная жена, счастливая жена и удивленная теща или тесть. Хорошо, теперь что нам сказал Раби Атива? Давайте послушаем ту мудрость, которая вошла в трактат Пертьевод. Он нам сказал следующую вещь. Значит, Раби Атива нам сказал, первое, что он относится к той Мишне, которую сказал нам Раби Ишмаэль. Раби Ишмаэль это был его хеврута, они вместе учились, они были мудрецы, как бы товарищи. И он отреагировал Раби Атива на то, что сказал Раби Ишмаэль. Раби Ишмаэль сказал, что нужно быть легким и нужно быть в радости. Раби Атива говорит, скок вы колут рожь, марделим это Адам, марделим это Адам Лейерва. Он сразу говорит, секундочку, давайте поставим здесь оградку небольшую, да. То есть надо быть легким, да, надо быть легким таким прям легким. Не напрягать никого, да, особенно больших людей не напрягать. И надо быть в радости. Но всему есть граница. И он говорит, что скок это легкомыслие такое. Схок это, ну, скок это, как сказать, насмешничество, легкомыслие такое. Знаете, вот это комеди клаб, когда из всего делают, ну, все высмеивают. Это называется уже скок. Схок это, скок или скок, говорят, вот Ицхак, это из этого же корня, будет смеяться. Но есть будет смеяться, а есть будет высмеивать. И он говорит, вот этот вот элемент, как сказать, слишком из всего делает комедию. Вэкалутрож. Калутрож это легкомыслие. Да, все фигня, не надо париться, такое, пофигизм такой, да. Они марделим, они приучают человека ле эрва. Что такое эрва? Эрва это разврат. Разврат. Что такое разврат? Давайте поймем. Ну, что такое разврат? Само понятие как разврат. Разврат – это запрещенные половые связи, отношения запрещенные. Но чтобы в них вступать, человек должен быть реально легкомысленный. Человек должен быть реально очень сильно легкомысленный и очень сильно, ну, как, пренебрегать всеми правилами, устоями. Там, то, что мама говорила, бабушка говорила, нельзя там. И так далее. То есть, это как бы, вот это вот само понятие беспорядочные половые связи может делать только человек, который абсолютно не собранный в своей голове, который не управляет собой, у которого нет никаких ограничений психологических. И это все называется эрва такая, ну, как сказать, разврат – это, ну, вот такая вот, как сказать, бесхозность такая. То есть, человек, он себя, свое тело, себя, он делает, ну, типа, эфтер, ничего, берите там, типа, пользуйтесь, кто хочет. И, ну, то есть, это как бы квинтэссенция того, что человек, он, у него нет никаких ограждений, ни психологических, ни физических, потому что, особенно на сегодня, 2% сейчас больных с ПИДом. 2% во многих областях, да, я видел какую-то статистику. То есть, это человек, который настолько, он бесхозный, не ценит себя, что он может, ну, как бы, даже, ну, то есть, реально ставит себя в очень тяжелое положение. Так, Раби Атива говорит, вот смотрите, это уже квинтэссенция, вот это эрва, а начало пути – это легкомыслие и комедия, схок. То есть, ты ха-ха, ну, то есть, я читал тоже еще одно исследование, что женщины, знаете, кого больше всего любят вообще, веселых, вот те, кто юмор, там, вот такое. То есть, женщины, они посмеятся, вот это ага-ха, хи-хи-хи, легкомыслие, и все, значит, пошло-поехало. Раби Атива говорит, посмотрите, вот это начало, и хотя Раби Шмейль сказал, что хорошо радость, хорошо быть легким, но, о, правильно, Игорь Снежко сказал, что вот это вот женщины с пониженной социальной ответственностью. Вообще, люди с пониженной социальной ответственностью, они, они, как бы, занимаются беспорядочными половыми связями. Это было начало того, что стало Раби Атива, то есть, он установил на два прекрасных качества – легкость в общении и веселость внутренняя, он установил ограду, он говорит, стоп, вот тут ограда, да, дальше они же тебя, эти же хорошие позитивные качества могут тебя привести к очень негативным последствиям, таким глобально негативным, на уровне изменения твоего характера, твоей личности. И дальше он продолжает эту же тему, тему барьеров и ограждений, и он говорит, Масорет сияк для Тора. Масорет – это традиция ограда для Торы. Вот, смотрите, например, если мы возьмем такой еврейский образ жизни, да, еврейский образ жизни, такой вот, там, посмотришь, вот эти хасиды такие в шапках, говорят наидыш, и тут пейсы такие длинные висят, бороды эти все, все такое, ну, какое-то неказистое, некрасивое. Это традиция, это просто традиция, которая является оградой для Торы. Есть известная история, как один хасид вот в таком халате с пейсами в Штраймеле, и он в Нью-Йорке живет, много хасидов, и он ходил там по одной улице на работу, там, и так далее, и он видел, проходил все время мимо бара одного, и в этом баре работала официантка, в короткой юбке, в такой прозрачной футболке, такая веселая официантка, и он мимо нее это ходил все время, она все хихихиха, хахаха, веселая все, и он себе понапридумывал, что он ее любит, прям конкретно, что вот, прям вот она такая веселая, все. Теперь, значит, он себе все это понапридумывал, ему внутри его злое начало через фантазию, нарисовало, как все у них будет прекрасно, и он в один, а он же не может не зайти в этой одежде, то есть он одевается, как одевался его папа, дедушка, все, этот халат, эти чулочки такие, это вид такой, и он думает, что же мне делать-то, да? А его вот эта массора, традиция, она его держит, она конкретно между ними создает вот этот сияк, ограду, да, которая не дает им сблизиться, и он в какой-то момент, значит, все решает. Ну, а представляете, как тяжело отказаться от традиции, которой жила твоя семья много лет, то есть вот этот, его держала традиция, держала, 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 потом он бах, сбривает бороду, идет в парикмахерскую, вот так вот выбривает себе, делает эротест, то есть, знаете, как, есть у хасида вот тут висит, а тут нету, а у панков у них тут нету, а тут вот так стоит, то есть, в принципе, разница небольшая, и он тут сбривает, тут делает себе эротест такой, на эроте заставляет такую маленькую типу в виде арбузика, ну, чтобы не это самое, такая арбузик цветной. И, значит, снимает халат, одевает тоже футболку, джинсы рваные, такие рваные, чтобы модным быть, это на коленях такие дырки у него, тут вообще такие прям модные дырки на коленях, как будто он лазил по асфальту на коленях, да, значит, короткие обязательно джинсы, и он такой подходит, значит, с ней знакомится, и он переходит через дорогу, и его машина сбивает, насмерть, сразу, и он попадает наверх, на небо, в рай, и он еще, еще в рай он не попадает, суд, суд, значит, и он на суде, а на суде человек, вот как он себя видел всю жизнь, таким он и является, и он на суде как раз появляется в последнем своем образе, в котором он себя видел, не в том образе, в котором он всю жизнь ходил, а именно в последнем образе в этом, Рваные штаны, ротез вот этот вот, типа как арбузик маленькая. И он, значит, на суде ему говорят, вы кто? Он говорит, как кто? Я мой Шахаем Альбертштам. Ему говорят, подождите секундочку. Ой, простите, не узнали, говорит, не узнали, ошибка вышла, мы вас вообще не узнали. Но это такой анекдот, который показывает, что сущность человека, она меняется в зависимости от его внешнего вида и наоборот. То есть, это очень связано, его самовыражение. Но, но, послушайте, вот это вот, то, что сказал нам Раби Акива, что Масорет, вот эта традиция, она ограда для Торы. Понятно, да? Масора, традиция, она ограда для Торы. То есть, и надо понять, что вот этот вот вид иудаизма, который есть современный, это все как раз вот эта вот традиция, которая создает ограду для Торы. И если не будет этой ограды, то, ну, может что-то измениться. Дальше. Масорот сия для Ошер. Дальше говорит Раби Акива, Масорот, Масер это отделять десятую часть от своих заработков. Он говорит, что это ограда для богатства. То есть, как это отделение десятой части ограда для богатства? То есть, казалось бы, да, что ты отделяешь десятую часть от своего заработка, раздаешь ее. Почему это ограда для богатства? Во-первых, это проверка веры человека, причем Бог сказал так. Так, есть, я не помню, в каком это пророке. Сейчас. Значит, сияк ли Тора. Масорот сияк ли Ляошер. Написано Асер Те Асер в трактате Таанит, что бог сказал, бог сказал, что, говорит, хотите меня проверить, отделяйте Масер. Тот, кто отделяет Масер, он разбогатеет. Это, говорит, я вам обещаю, это можете мне сделать проверку. И вот здесь это очень, я просто по себе знаю, это очень тяжело отделять десятую часть. Особенно, когда тебе не хватает. И ты думаешь, ну как же так, может потом, может это, может отложить как-то. Ну, не хватает, реально не хватает. Ну, значит, бог поэтому сказал, проверьте меня в этом, этим. И тут есть еще два аспекта. Первый, это аспект духовный. Ты отделяешь десятую часть, ты ее даешь тем людям, которые нуждаются больше, чем ты. То есть нужно десятую часть отдавать тем людям, которые нуждаются больше, чем ты. Ты им давая эти деньги, ты создаешь как бы канал, что для них вот эти деньги, которые ты выделяешь, они для них это как ман, как с неба, да. То есть я стараюсь помогать тем, кто изучает Тору, у кого нет денег. Те, кто посвятили себя изучению Торы в земле Израиля, потому что это тоже проверка веры, да, кто едет в землю Израиля. То есть бог же сказал, что эта земля там особая. И вот эта вот проверка, тот, кто посвящает себя Торе, и особенно в земле Израиля, с моей точки зрения, это святые люди, и им надо помогать, им надо помогать. Так вот, для них любая копейка, это огромные деньги, которые идут с неба. Это как ман. Ну, то есть я знаю, как живут люди в Ешивах, как в Колелях, как они просто еле-еле сводят концы с концами, живут на хлебе, на воде. Так вот, это первый аспект, когда духовный аспект. Ты даешь десятую часть, бог тебе дает, ты как труба становишься. Второй аспект. Для того, чтобы десятую часть отделять, нужно считать. Нужно считать, нужно понимать, где ты зарабатываешь, где не зарабатываешь. То есть это включает у тебя такое бизнес-мышление. То есть ты уже мыслишь категориями, что, а, вот у меня бог-партнер, значит, вот тут мы... Ну, то есть ты начинаешь как-то считать деньги, и ты понимаешь, что для бога-то нет невозможного. И ты понимаешь, что ты с богом в партнерстве. Вот эта десятая часть, у тебя есть партнер. И я знаю одного там очень умный еврей, он, когда у него какие-то проекты, он в синагоге, когда его вызывают в Торе, и там что-то не идет, он говорит богу, слушай, я не знаю, может этот проект не для меня, может для меня, давай так, дай мне какой-то знак, если сейчас пойдет этот проект, я тогда 20% выделяю с этого проекта на МАСЭР. Можно на МАСЭР выделять до 20%, дальше мудрецы не советуют. И он берет бога как бы в 20% в партнеры. И бывает, он говорит, не идет, я сразу выхожу из проекта, после этой проверки как бы, и говорит, вот я много раз наблюдал, что эти проекты были ужасные, из которых я выходил. А бывает, что именно это позволяет сдвинуть с места этот проект, и в общем, вот такой у него есть лайфхак. Раби Акива нам сказал, что по-простому, отделение десятой части, ограда для богатства. Кто хочет разбогатеть, берите бога в партнеры. Дальше он говорит, недорим сиякля пришут. Значит, недорим сиякля пришут. Недер это обед, и он ограда для отделенности. Значит, здесь надо понимать, что бог, бог, это, ну, когда мы говорим слово бог, это, ну, просто слово, да, такое слово бог. Бог создатель мира, творец, который поддерживает существование всего мироздания. То есть, это, ну, это просто не, это то, что внутри всего мироздания, мироздания, не земли, не вселенной. Да, вся вселенная держится на божественной, как энергии, на его, на его, на боге, скажем так, это бог. Теперь, значит, у человека божественного внутри, это душа. То есть, душа тоже непонятно, как это божественное, оно внутри находится, значит, как оно внутри находится, это божественное, как оно выражается. То есть, это все очень тоже непонятно. Как непонятно, как бог внутри мироздания, так же непонятно, как душа внутри человека. Теперь есть действия, которые приближают тебя к Богу, то есть они тебя выводят из материального и как бы выводят в духовную сферу. Это ты соединяешься с Богом через вот эти вот действия духовные, ну и так далее. Теперь недер это обед, который ты как бы с Богом лично договариваешься. Пришут это отделенность от разрешенного. То есть есть люди, которые они как бы вообще решили выйти из материального вот этого вот состояния и полностью отделиться от этого материального и идти в божественное, в духовность. Есть такие люди как профессионалы служения Богу. То есть во всех там направлениях есть люди, которые прям лезут на эту гору духовности со всех сторон. Они лезут к одному и тому же источнику, к Богу. То есть как бы у подножия горы, когда все только рассуждают о Боге, там у всех много разных расхождений. А вот когда человек лезет на эту гору, то чем выше он поднимается в духовности, тем больше он видит, что Бог он един. Он единственный создатель мира, единственный творец, единственный источник всего. То есть чем выше человек в этой духовности, тем он больше это ощущает. Теперь, но по пути, когда он лезет на гору, у него есть препятствие, это его же вот эта животная природа. То есть это так специально сделано, чтобы ты преодолевал эту животную природу. И в этой борьбе есть такой лайфхак, который называется обеты. Когда ты сомневаешься, сможешь ты выдержать какое-то вожделение, там вожделение или не сможешь. И ты говоришь, вот это я беру обет. И ты объявляешь вот это вот то, что у тебя, как бы твое вожделение, ты объявляешь это недером. Ну, в общем, я не буду сейчас рассказывать тонкости, потому что туда лезть не нужно. Это инструмент духовного роста только людей, которые реально понимают и знают, как им пользоваться. Но мы просто здесь из этой мешны, мы знаем, что есть такой инструмент, который позволяет лично договариваться о чем-то с Богом и себя отделять от каких-то своих материальных там вожделений, которые тебе мешают двигаться наверх. Это называется обеты. Обеты, ограда для отделенности. Дальше он говорит, последнее, сиякли хахма штика. И он говорит, ограда для мудрости божественной молчания. Вот тут очень интересно это последнее, то, что он говорит. Значит, если мы рассмотрим сначала Пертьявод, то многие мудрецы говорили о том, что, например, Раби Шиман в первой главе, он говорил, что «Коля май гадаль тебе на хахамим, всю жизнь я рос между мудрецов, в льома цати лягу в то в миштяка, не нашел он ничего лучшее для тела, чем молчание». И еще есть другие, там, «альдар бейсихай майша», «не умножая разговоров женой», «бейштомру хахамим», то есть имена жене сказали мудрецы, тем более женой товарища. То есть разговор – это, значит, «коля марбебетворима вихед». Каждый, кто много говорит, он приводит грех. То есть, что значит молчание – ограда для мудрости. Когда человек молчит, вот молчание – золото, есть такое, да, известное выражение. В Мишле царь Соломон говорил, что даже грешник, который молчит, он за мудреца сможет сойти. Молчающий грешник, он за мудреца может сойти. То есть, когда человек говорит, в любом случае он искажает реальность, в любом случае. То есть, вот если вы посмотрите на любое слово, которое человек произносит или думает, то это слово является, как бы, слабым подобием той реальности, на которой это слово показывает. То есть, даже когда вот я скажу, вот книга, да, книга. Вот если я скажу слово «книга» и покажу книга, это же разные вещи. Когда вы смотрите на это, да, видно, что это книга. А когда вы слышите слово «книга», это всего лишь звук. К-ни-га, все. То есть, это слепок, это, ну, какой-то ярлычок такой, да, ярлык. Теперь, человек все время находится в обмене вот этими ярлыками. Он все время мыслит словами. И вот эти вот нагромождения, это такие, как искусственные облака, такие, все время летают у него в голове. Потом он ими, он их высказывает, эти звуки. Другой эти звуки хватает, сам их во что-то интерпретирует. То есть, вся вот эта вот искусственная реальность, построенная словами, она иллюзия. Она, если можно так назвать, пустое и чаще всего обманная, да, потому что, когда человек, он что-то кому-то рассказывает, скорее всего, скорее всего, он хочет добиться чего-то для себя недуховного. Вот, например, мы сейчас изучаем Тору. То есть, цель какая у нас? Постигнуть божественную мудрость. И то, то, что я рассказываю, как я это рассказываю, это все равно, ну, слабый-слабый отпечаток, слепок такой от, ну, даже, я не знаю, дымок такой, да, от божественной мудрости. Вообще, даже, ну, дымок-дымок, прозрачный такой. Теперь, любые слова, любые слова, они искажают. И тот, кто хочет постигнуть по-настоящему душевную божественную мудрость, он должен вниманием пройти между слов. То есть, вот, попробуйте, попробуйте просто воспринимать мир, вот, вот этот вот тишина, промежуток между словами. И тогда вы постигнете настоящую божественную природу, себя и мира, да, то есть, только в тишине. Тишина, как сказал нам Раби Атива, сиякли хохмаштика, ограда для божественной мудрости, молчание. Все. Все. Поэтому, замолкаем. Следующий роте будем на этих самых, на этих жестах. Я шучу. Все, дорогие друзья, давайте каждый сделает вывод из того, что Раби Атива сказал, понаблюдает за своим внутренним диалогом, найдет вот это вот место тишины внутри, и в этом месте тишины можно встретиться со своей душой, с Богом и с хохмой, с божественной мудростью. Все. Удачи, успехов всем. Напишите, пожалуйста, свои выводы из сегодняшнего урока. Напишите три вывода, что вы собираетесь сделать, что вы собираетесь сделать, исходя из того, что вы для себя поняли. И встречаемся с Божьей помощью завтра. Все. Всем хорошего, прекрасного дня. Полного молчания. Полного молчания. Все.